В Атераусской области подорожали молочные товары и хлебобулочные изделия. Растут цены на эти виды продуктов питания и в Мангестаусской области. Чтобы изменить ситуацию, в местном Акимате запускают комплексный проект по производству молочных товаров. Подробности в нашем сюжете. В Атераусской области по сравнению с другими регионами цены на муку и молоко увеличились на 20-30 тенге. Например, если раньше молоко жирностью 3,2% стоило 230 тенге, то теперь больше 270. Сметана и молочные сливки тоже подорожали. Хлеб из муки первого сорта продается за 79 тенге. В целом в нефтяной регион эта продукция привозится из соседней Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В этом году планируется запуск еще одного молокоперерабатывающего завода в Жилойском районе. Что касается цены на муку первого сорта, то была заключена договоренность о поставке более 1000 тонн муки из Западно-Казахстанской области. Сейчас мука распределяется по пекарням. В Мангастау к концу прошлого года резко на 32% взлетели цены на муку первого сорта. Акимат области перечислил 270 миллионов тенге в стабилизационный фонд. Из них 170 миллионов были распределены через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий» для двух мукомольных комбинатов региона. Они купили зерно, перемололи его и продали местным пекарням по низкой цене. В результате мы стабилизировали цену на хлеб, она не выросла. Что касается цен на овощи, то они сезонные. Собранный летом урожай заканчивается и сейчас продаются запасы, но чуть подороже. Соответственно, летом и осенью цену упадут. В настоящее время мука первого сорта продается по 126 тенге, а социальный хлеб по 82 тенге. Стоимость молочных продуктов примерно одинаковая с Атараусской областью. В общей сложности в Мангастау 90% продовольствия привозные. Чтобы сделать их покупки доступными для населения, районные и городские акиматы по выходным проводят ярмарки. Цены здесь на 15-20% дешевле. С начала года в области организовано 32 подобные торговые площадки. Тамара Степанова, Гульмира Сутубаева, Салмат Бигбаев, Мангастауской области, Хабар-24.